Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 5 февраля. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Россия остановила экспорт аммиачной селитры. Рентабельность пшеницы снизилась впервые за 5 лет. Краснодарский край может выступить за запрет глифосата. Эти и другие новости далее в выпуске. Россия со 2 февраля запретила экспорт аммиачной селитры. Эмбарго на вывоз будет действовать до 1 апреля. Это уже третья попытка государства отрегулировать рынок минеральных удобрений. И похоже, что правительству пришлось прибегнуть к ней из-за того, что первые две попытки провалились. Еще в декабре наш канал рассказывал, что власти планируют организовать поставку аграриям минеральных удобрений по фиксированным ценам. Для этого региональные органы управления АПК должны были заключить с химическими заводами специальные соглашения. Заводы, в свою очередь, брали на себя обязательства продавать азотные удобрения по ценам весны 2021 года. Ну и, конечно, чтобы у производителей удобрений не было соблазна вывезти все за рубеж, несмотря на принятые обязательства, правительство ограничило экспорт удобрений квотой. На этом, в принципе, можно было бы остановиться. Принятых мер было достаточно, чтобы обеспечить российский АПК доступными удобрениями. Но оказалось, что за 30 лет рыночной экономики наши чиновники все-таки утратили навык ручного регулирования. Во-первых, была зафиксирована только отпускная цена на условиях франкозавод. Дальше к этой цене стали прибавляться фасовка, доставка, стоимость тары. И в результате финальная цена для сельхозпроизводителей оказалась не такой уж низкой. Зампредкомитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина привела такой пример. Мешок для упаковки удобрений, который стоил 500 рублей, внезапно подорожал до 6 тысяч. Впрочем, депутаты вовремя забили тревогу и это безобразие прекратилось. Но тут же началось другое. Решать вопрос о том, какой завод, какому региону и в каком количестве должен поставлять удобрения, взялся Минпромторг России. И он почему-то некоторым регионам назначил поставщиков, которые находятся от потребителей слишком далеко. Например, компания СДС Азот должна была привезти в Краснодарский край 60 тысяч тонн аммиачной селитры, но сорвала поставки. Как объяснил представитель Минпромторга Михаил Юрин, у СДС Азота оказалось достаточно большое транспортное плечо. Минпромторгу пришлось срочно договариваться, чтобы эти 60 тысяч тонн кубанским производителям продал Акрон. Этот факт тоже возмущает наших парламентариев. Что для меня было удивительно, сегодня коллеги говорили, но по географическому положению, неужели было нельзя сразу это отработать? Неужели было непонятно, что транспортные логистические издержки это действительно, ну так скажем, большой, да, это называется большая доля в общей издержке, в том числе стоимость минеральных удобрений. И сегодня они практически действительно в ручном режиме вынуждены, я подчеркиваю, менять географических поставщиков для того, чтобы найти этот объем и чтобы уменьшить издержки транспортные. Ну и еще, коллеги, насколько я понимаю, Министерство сельского хозяйства где-то только в 16 регионах заключили соглашение напрямую сельхозпроизводители, все остальные через дистрибьюторов. У нас есть реальные опасения, с какой точки зрения, что дистрибьютор может, а, ну если не накрутить цену, то слегка подторговать в другие регионы или на сегодняшний день не довести до конечного сельхозпроизводителя. По словам депутата Николая Гончарова, который представляет в Госдуме Ростовскую область, по фиксированным ценам сегодня удается покрыть лишь 30-40 процентов от потребностей хозяйств. Причем достаются удобрения в первую очередь крупным предприятиям, а маленькие фермеры вынуждены брать селитру у перекупщиков по цене 25-30 рублей за килограмм. Проблемы с поставкой удобрений приобрели массовый характер и в конце января Федеральная темонопольная служба объявила, сообщайте нам о нарушениях, будем разбираться. Но, видимо, в конце концов правительство решило разрубить этот Гордиев узел одним махом и перекрыло химическим заводом доступ на мировые площадки. Так что до 1 апреля производители минеральных удобрений будут вынуждены поставлять аммиачную селитру исключительно на внутренний рынок. Карбамида, амафоса и других видов удобрений запрет не коснулся, но вы по-прежнему имеете право приобрести эти удобрения по фиксированной цене, и мы рекомендуем вам это сделать. А если будут отказывать, обращайтесь на горячую линию Минсельхоза. Она работает с 9 утра до 5 вечера по московскому времени. Телефон вы видите на своих экранах. Ну и любопытные цифры напоследок. По данным Минсельхоза, в прошлом году российские аграрии вносили в среднем на гектар 55 килограммов удобрений в действующем веществе. Ведомство планирует, что в этом году доза увеличится до 60 килограммов. Если вам несложно, расскажите, пожалуйста, в комментариях, сколько вносите вы в своем регионе и планируете ли увеличить дозу. Рентабельность производства пшеницы в России по итогам прошлого года уменьшилась до 52%. Годом ранее она составляла 56%. Такие данные привел Минсельхоз России, указав, что рентабельность пшеницы сократилась впервые за 5 лет. В 2017 году этот показатель был равен 21% и каждый год неуклонно рос. Падение доходности пшеницы ведомство объяснило тем, что несколько регионов в 2021 году столкнулись с засухой и неурожаем. А вот другие основные культуры, напротив, в прошлом году улучшили свою маржинальность. Особенно соя и подсолнечник следуют из данных Минсельхоза. Динамику рентабельности вы видите на своих экранах. Неожиданная новость прилетела на этой неделе из Краснодарского края. Вице-губернатор Андрей Коробко заявил, что регион готов выйти с инициативой о запрете использования глифосатов. По его словам, выведение этого гербицида из почвы требует продолжительного времени. Поэтому следует вести полный запрет на его использование на территории России. Аналогичное мнение высказала и председатель комиссии по экологии охраны окружающей среды общественной палаты Елена Шаройкина. По ее мнению, глифосат приводит к загрязнению почвы и снижает плодородие. Поэтому его стоило бы запретить. На прошлой неделе компания Danone, которая принадлежит бренды Простоквашина и Активия, уведомила торговые сети, что с февраля повысит отпускные цены на 10% для части ассортимента. Причиной тому стал рост себестоимости производства. Сливочное масло за год подорожало на 45%, а другой биржевой продукт, сухое обезжиренное молоко, выросло в цене на 35%. Почти на 7% возросли расходы компаний на упаковку и логистику. Danone прогнозируют, что этот тренд сохранится и в текущем году. По оценкам компании, цена на молоко-сырье в России в первом квартале текущего года вырастет на 17%, сахар подорожает на 11%, фруктовые наполнители на 7,5%. В Минсельхозе России эту новость прокомментировали так. Резкого роста цен на молочную продукцию не ожидается, хотя некоторые позиции могут подорожать. Кстати, сейчас Минсельхоз, Минпромторг и Антимонопольная служба намерены убедить торговые сети ограничить наценку 5% на социально значимую продукцию. В перечень такой продукции войдут питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, хлеб и овощи борщевого набора. Ранее торговые сети добровольно ограничили наценку 10%, но, видимо, что-то наше правительство не устроило. Росвельхознадзор призвал всех производителей и поставщиков молока указывать в системе Меркурий не только количество молока, но и содержание жира в нем. Необходимость в таком учете возникла в связи с тем, что иногда в готовом продукте молдзавода жира оказывается больше, чем в молоке, из которого этот продукт был изготовлен. Росвельхознадзор обращал на это внимание еще в ноябре прошлого года и заподозрил переработчиков в фальсификации молочного жира. В ассоциации «Союз молоко» отмечают, что обязательный контроль жиробаланса пока не закреплен в российском законодательстве, но изменения уже готовятся. С 1 марта в России начнет работу Государственная информационная система прослеживаемости зерна в ГИС «Зерно». С 1 июля 2022 года она будет работать в тестовом режиме. Сельхозпредприятия смогут пройти добровольную регистрацию и начать заносить в систему сведения о собранном урожае пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха и других культур. С 1 сентября регистрация и учет урожая в этой системе станут обязательными для всех хозяйств. Чтобы продать зерно на территории России или экспортировать его, понадобятся товарно-сопроводительные документы, которые можно оформить только через ВГИС «Зерно». Обращаем ваше внимание, что тестирование системы будет проходить в июле-августе, то есть как раз в разгар полевых работ. Так что есть смысл уже сейчас подготовиться к регистрации в системе. Например, получить через госуслуги электронную цифровую подпись, если ее у вас еще нет. Подробности вы сможете найти на сайте Центра агроаналитики. Ссылка под нашим видео. Позитивную новость для завершения выпуска в этот раз нам подарили ученые Томского госуниверситета и Российской Академии Наук. Они отправились на свиноводческий комплекс Томский, чтобы выяснить, почему дурно пахнут экскременты животных и что можно сделать, чтобы этот запах устранить. Главным виновником образования сероводорода в отходах оказалась бактерия Дисульфовибрио дисульфуриканс. Нейтрализовать ее активность можно, изменив питание животных. Например, в корм свиньям часто добавляют лизин в виде солей сульфата, который служит пищей для сульфатредуцирующих бактерий. Если сульфатные соли лизина заменить на хлорид лизина, неприятного запаха от навоза станет меньше. Ученые надеются, что их разработки помогут крупным сельхозпредприятиям эффективно управлять отходами и жить в мире сельским населением. Ну а вообще, друзья, в наши времена к аромату навоза уже пора привыкнуть. Органика – это бесплатный азот, а деньги, как говорится, не пахнут. Всем хорошего настроения и отличного самочувствия. Мы благодарим вас за ваши лайки, комментарии. Они очень помогают нашему каналу. Ну а если вы хотите поддержать нас финансово, то обратите внимание на ссылку под видео. Всем спасибо. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok